Привет друзья! Сегодня небольшой обзор, после 3-10 месяцев использования, повербанка Флауэма на 10 тысяч эмах. Заказывал эту банку по акции, и потом еще ждал ее месяц, но все пришло и все работает на свои 12 долларов. У меня уже второй год трудится повербанк от морю, но количество гаджетов растет в семье, как и количество пользователей, поэтому решил взять еще один недорогой повербанк. Выбор пал на Флауэма. Это обычная банка, без всяких быстрых протоколов зарядки, но я такую и выбирал, так как в семье нет ни одного телефона с поддержкой новых протоколов. Что нам обещает производитель бренд Флауэма. Емкость батареи 9001-10000 матч. Выходной порт 5F2A. Выходной порт 2X USB. Входной интерфейс Micro USB. Поддержка быстрой зарядки отсутствует. Размер 880 умножить на 60 умножить на 19 миллиметров. Вес 240 граммов. В общем, обещают компактный симпатичный повербанк с хорошей емкостью. Что на самом деле посмотрим дальше. Повербанк приходит в простой коробке из переработанного картона, без всяких надписей. Внутри в картонном ложементе находится сам повербанк, рядышком короткий кабель для зарядки. Корпус устройства выполнен полностью из пластика. Пластик имеет приятную и интересную текстуру. На лицевой передней части под полупрозрачным пластиком находится индикатор заряда. На задней части устройства нанесены основные характеристики повербанка. На левой грани устройства есть кнопка включения, хотя повербанк автоматически подает заряд при подключении потребителя. Справа у нас название бренда и вверху видно отверстие для шнурка. На верхнем торце два USB выхода для одновременной зарядки двух устройств, а также Micro USB разъем для зарядки самого повербанка. На этом больше ничего интересного. Я хотел открыть банку, чтобы посмотреть, что за аккумуляторы внутри, но не получается это сделать аккуратно, а жена не дала ломать. Если кто знает, как правильно его вскрыть, напишите в комментариях. Фотосравнение двух моих повербанков, Флавена по габаритным характеристикам явно выигрывает. Как я говорил в начале, это простой обычный повербанк без всяких новых протоколов зарядки. Зарядка устройств начинается сразу после подключения, заявлены различные защиты, от перезаряда, перегрева, защита от короткого замыкания. Боковая кнопка служит для включения повербанка, если нет никаких потребителей, либо для включения индикатора оставшегося заряда, если идет зарядка устройств. К сожалению, этот повербанк не поддерживает зарядку устройств с малым потреблением, во всяком случае мои блютуз наушники включились на зарядку и через 10 секунд отключались. Но зато работает такой лайфхак, если подключить в один выход телефон, то тогда можно нормально заряжать устройство с низким потреблением, повербанк не отключает порты, так как есть нормальная нагрузка на другом порту. Производитель обещает нам на каждом порту по двум, я конечно не ожидал от банки за 10 долларов таких показателей, но как смог проверил. На холостом ходе, повербанк дает напряжение 5.19, при подключении нагрузки в 2А, напряжение на порту падает до 4.7, второй порт показывает 5.17, при подключении к свободному порту телефона, напряжение на порту с нагрузкой 2А просила до 4.6, при подключении в один порт нагрузки 1.5А, напряжение там составило 4.8, второй порт потреблял в этот момент в районе 0.75А и напряжение составляло 5.0.8, надо сказать, что мой второй повербанк от морю максимум может отдать 1, а при напряжении около 5, если ток будет 1.5, а то напряжение в нем на портах составляет 4.1, хотя обещали тоже 2А, а покупал я его в районе 15 долларов. Заряжается повербанк достаточно долго, в районе 6 часов, при зарядке потребляет ток в районе 1.3А, всего удалось залить 9236 матч. В целом, повербанк мне понравился, он небольшой, с достаточной емкостью и если споймать скидку или акцию стоит недорого, хотя обычная цена тоже не очень велика. И если вам не нужны, как мне, быстрая зарядка и прочие современные плюшки, то имеет смысл присмотреться к этой банке. Конечно, здесь нет заявленных 2А на каждом порту, но для зарядки двух обычных телефонов он вполне подходит. В поездках нам хватает этой банке зарядить мой ПОПТЛП-60 батареей на 5000 матч и телефон жены с батареей на 3600 матч. Правда не с нуля, а процентов с 10. До полного разряда не доводим. На этом все, спасибо за прочтение. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok